привет всем недавно мы недавно я говорил о группе love американской которую как сказал один из музыкантов правильнее было бы назвать не love a hate силу беспредела который устраивал на сцене артур лей и в силу его поведения то есть группа была вообще достаточно радикальной конечно же так же как и многие группы так называемого классического рока которые сейчас подходит проходит под маркой classic rock на самом деле это абсолютные альтернативщики включая doors там джекерсона и плейн тех же самых love с этим флой или вейтерс и масса масса других коллективов которые сейчас classic rock с уважением уважительно classic rock doors ах это же классическая музыка это беспредельщики полная абсолютно альтернативщики и музыкальные хулиганы большому счету так вот если говорить о музыкальном хулиганце который я очень люблю если его исполняю если им занимаются музыканты они просто хулиганы какие-то с улицы от ларика пришедшие хотя у ларьков тоже знаете такие люди были интересны вот я очень люблю неожиданную необычную музыку которая не похожа на классик рок что такое классик рок это любая альтернатива любой беспредел через десять лет становится классик рок с уважением ах ах курт кабейн ах джим моррисон не знаю не знаю не знаю ах андрей панов вот я могу сказать четко совершенно точно вот пластинка группы melvin's у меня в руках 2002 год хостел ambient takeover называется она очень красивая очень миленькая я бы сказал вот это красота это радость жизни которая здесь брызжет со всех сторон просто она сразу вызывает подозрение что это явно не оба да правда вот эти все пафосные попсовики по другому оформляют свои пластинки но это и не то что называется панком у нас панком у нас что только не называется включая такие ужасающие коллективы как green day of spring и и и прочие вот этим попсовые какие-то такие сообщества которые проходят под почему-то под маркой панк ну так же как классик рок тоже неизвестно что под этими словами скрывается босс осборн дэйл кровер и кевин рутманис записали вот этот альбомчик ну осборн и кровер это люди которые с самого начала были в группе melvin's первая пластинка вышла по моему сами память не изменяется что восемьдесят седьмом тире восемьдесят девятом года где-то так я горя ранние пластинки их не слышал слышал только уже начиная там с 94 95 года и они очень вдохновляют потому что они не похожи ни на что вот что касается касательно вот этой пластинки и вот этой стаунер вич который у меня есть впечатление такое как будто некая продюсерская компания заказала братьям майлом из группы sparks написать песни для группы black sabbath для нового альбома группа sparks в лице майлов написала цикл песен принесла группе black sabbath black sabbath сказали что для нас это слишком радикально пусть это сыграет металлика принесли песни группе металлика металлика посмотрела на них послушала демо записи и сказала нет нам технически это не сыграть мы так не умеем играть мы мы играем послабже тогда отнесли эти песни группе system of a down они посмотрели добавили немножко своего сказали нет для нас это слишком яростно наша музыка более спокойно и system of a down и тогда появились вот эти вот ребята осборн кровер и руд манец и записали этот альбом не похожий ни на что один критик написал я читал такую рецензию по поводу последней песни на альбоме что босс осборн предстает здесь удобным кислотой монстром из каменного века который пытается осознать происходящее вокруг него задается вопросом где я зачем я и кто я и и это похоже на правду потому что последняя вещь здесь вот этот анти вермин сид она длится около 18 минут а группа называют постпанком до или панком там или или что-то вот такое хардкором как угодно вот что говорит о безумии всех этих терминов песня надо сказать очень вдохновляющая меня она вдохновляет по полной это медленный бас медленный басовый риф немножко кривоватый но сыгран специально кривовато потому что если послушать первую сторону там становится очевидным что бас-гитарист умеет играть не кривовато умеет играть так как нужно очень быстро и очень точно медленный бас который висит в пространстве пространство создано надо сказать продюсерски просто волшебно полный космос полный space rock группа pink floyd которую я не жалую честно говоря она вообще далеко сравнивать с pink floyd здесь нечего эти парни на 10 голов в отношении пространства в отношении космоса конечно ушли на 1000 световых лет вперед так вот этот бас висит какие-то безумные звуки исполняемые о сборном на гитаре заметьте скрипы шипы шорохи все это в реверберации все это я примерно представляю какие приборы использовались при создании этих звуков но это совершенно не интересно это можно пойти в музыкальный магазин и с продавцами поговорить они скажут что вот здесь вот эти ручки надо повернуть вот так 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 ну и на пульте еще поработать как следует и получится вот это вот безумие страшные голоса из каменного века прямо вот оттуда животные которые давно умерли но еще продолжают жить там звучат все это длится порядка там восемнадцати или шестнадцати не помню по моему 18 минут все это идет ну и под конец вас бар начинает петь страшным голосом включается все-таки гитара с нечеловеческим звуком и вот такое полотно эпохальная абсолютно группа дженесис и с внимают и и и думают почему же мы такого не сделали никогда такого артрока радикального а потому что голова в другую сторону работает они тоже хорошую музыку писали но вот эти парни нашли способ записывать арт прогрессивное произведение без этой торопыжности пальцев группы dream theater и трэш-шолд и всех остальных а гораздо более внятно по-человечески и и доходчиво ну а начинается альбом с произведения black stooges после чего идет песня без названия и номера песен здесь один и сразу три вторая песня название не имеет ее как бы не существует и начинается с такого барабанного рисунка очень рокового очень привычного очень доступного и понятного такое ощущение что какая-то группа на заре от играет сейчас сейчас заиграет ну вот по моему четыре такта или или шесть тактов как-то они как-то там неровность определенная есть в этом барабанном куске заканчивается этот барабанный рисунок он не заканчивается он идет идет и вдруг врезается гитара с басом совершенно в другом размере в другом темпе и начинается полное безумие уже вот эти песни написаны и якобы группой спаркс для black sabbath потому что рев гитарный а-ля black sabbath а-ля я не знаю что а в вокале кстати нотки бокала металлики проскакивают иногда хотя партии в 28 раз сложнее отсылка к system of a down здесь идет ломаные барабанные размеры совершенно непонятно когда что изменится куда в какую сторону но очень громко очень быстро очень витиевато запутанно и очень интересно все время какие-то открытия все время что-то новое играется доктор гик она вот это было black stujas она вдруг вдруг уходит в noise просто когда начинается песня без названия просто начинается но из какой-то но но из очень по звуку по тембру очень комфортный он не не сверлит уши он просто такой но из хороший но из такой хороший мощный но из потом доктор гик это просто рокобилист но рокобили сыгранная какими-то такими старцами 60-летними каждый из которых весит килограмм по 150 с огромными гитарами представьте такую картину это не зизитоп зизит опыта мальчишки а здесь рокобильщики безумные совершенно тоже не в себе немножко но абсолютное безумие потом начинается чистый стоунер после этого бракобили такой образцово показательная стоунер которого мало кто из стоунер групп вообще играл ну и на вторую сторону выходим первая вещь на второй стороны там всего две вещи на второй стороне первая вещь начинается как обычная рок-песня в среднем темпе с понятным рифом с понятной голосовой мелодии которая извращается потом в какой-то момент совершенно в рев и в грохот и в хаос и начинается собственно вот это анти вербин сид погружение в пространство арт-рок панк скажем так не вот эта пластинка я очень люблю еще тоже она называется просто и понятно стоунер вич пластинка записано для компании атлантик на которую группу сосватал курт кабейн который очень любил группу melvin's до кабейна они пользовались услугами разных мелких независимых рекорд компаний а кабейн их пристроил на атлантик но после того как группа записала стоунер вич самим музыкантом эта пластинка казалось понятной доступной и вполне коммерческой но атлантик послушали искали для нас это слишком ребята и им пришлось пришлось уйти с атлантика и пришли они на рекорд лейбл майкла паттона который свернул им голову уже окончательно вот такими такими вещами но здесь все в порядке здесь стоунер образцово показательный еще более образцовый чем вот на этом альбоме потому здесь больше эксперимент все здесь экспериментов меньше но злобы ярости и безумия наверно больше даже чем вот на альбоме как о котором я рассказывал только что первая вещь названием сквитис когда ставишь иголку на проигрыватель кажется что ты поставил сорокопятку которую включил на 33 оборота такой я думаю что со скоростью они здесь поработали тоже в студии хотя может быть и нет может быть простые гитары там баритоны какие-нибудь у них и голос так обработан но сразу сразу неожиданность сразу просто какой-то вот просто просто такое торможить затормозить меня затормозили я купил пластинку поставил и она меня затормозила сразу ну растормозила потом на то группа смысле песня под названием queen хороший сочный широкий жирный стоунер для тех кто любит без гитарным ревом с ревущим вокалом с хорошим темпом не мальчишеским вот этим ля-ля-ля-ля-ля такой настоящий просто как как надо после чего идут две песни которые немножко меня разочаровали то что они вдруг остался этот тембр гитарный правильный низкий остался без остались безумные барабаны совершенно сумасшедшие дикие остался бас очень хороший но структура вдруг обычная рука обычные какие-то рок-песни очень хорошие но куди где же своеобразие где же все в порядке после песни револф три песни полны своеобразия сначала шарах их шарахает по голове гитары и ревом потом такая микро микро пауза двухминутная песня нет непонятного стиля вообще ну но легкая а потом начинается опять гуляние вот в эту сторону сторону психоделических психоделических панк пространств монстр из каменного века панк с гребнем заблудился в лесу современного мегаполиса и не понимает где он кто он что с ним куда он обалденные совершенно звуки неземные какие-то ни у кого ни у каких групп я не слышал таких вот таких пространственных построений как здесь о этой постпанк якобы группы melvins поэтому очень рекомендую вот этих альбома у них очень много пластинок чтобы 20 наверное ну два вот этих мне очень нравится ранее я не слышал поздний последний альбом он очень такой радикальный слова фактом раз 20 повторяется по моему ну он тоже хороший но вот эти я как любитель психоделии просто вот завис на этих штуках поэтому пойду еще раз я переслушиваю вот эту пластиночку и буду пить наверное до новых встреч пока